Серьезный спад производства в 2015 году зафиксирован в Канаше, в основном из-за промтрактора вагона, на котором сложилась непростая ситуация. При этом другие предприятия города, Дзевилей, Канмаш, ДСО, Аурат, объемы производства увеличили. Город по многим показателям занимает в республике второе место, уступая только столице Чувашии. Такие данные были озвучены в совещании по подведению итогов социально-экономического развития в 2015 году города Канаш. Точные цифры назвал глава администрации города. Отмечается снижение объема, отгруженной промышленными предприятиями города продукции, розничного товарооборота, среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. В 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по видам экономической деятельности, обрабатывающей производство, производство и распределение газа и воды составил 4,1 миллиарда рублей, что составляет 58,2% к уровню 2014 года. Если проблему возобновления производства на промотрактор-вагоне республика решает сейчас совместно с федеральными структурами и собственниками, то пополнение инвестиционного портфеля этого года лежит полностью на плечах правительства и муниципалитета. База для этого уже есть. 30% населения Канаша работают в сфере малого бизнеса. Социально-экономическая ситуация города Канаша характеризуется у нас ростом объема инвестиций. Незначительно увеличился естественный прирост, при этом рождаемость осталась на уровне 2014 года, смертность снизилась на 2,8%. Среднемесячная начисленная заработная плата в 2015 году составила 20.029 рублей. По сравнению с 2014 годом снизился уровень безработицы. Перед началом совещания Ивану Моторину показали здание, где теперь будет находиться детская больница. На его ремонт ушло почти 8 миллионов рублей. Это позволило сосредоточить в одном месте все подразделения больницы. Раньше поликлиника размещалась на первых этажах трех жилых домов. Здесь будет детская поликлиника города Канаша. Будет вестись прием врачами-педиатрами, узкими специалистами, проводится диагностические мероприятия, проводится забор анализов. В общем-то, профилактическая работа большая будет проводиться, отделение здорового ребенка. Поликлиника будет оснащена необходимым современным оборудованием. Вообще, социальные проблемы в Канаша решаются с помощью 14 городских и республиканских программ. Сокращается очередь в детские сады, открываются новые группы, ремонтируются культурные объекты, дворовые территории, реконструируются дороги. В городе идет строительство жилья. В прошлом году план не выполнили. В этом поставили себе серьезные обязательства построить 40 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году из аварийного жилого фонда переселили 193 человека. Запланирован капремонт 51 дома. Сейчас готовятся документы на строительство пристроек 11 школе, чтобы все дети учились в первую смену. Главная задача, которая у нас стоит на 2016 год, выполнить все социальные обязательства, которые у нас заложены в бюджете. Понятно, что это будет делать нелегко. Как я уже сказал, первые два месяца складываются по поступлению собственных доходов, пока не в тех плановых показателей. Будут продолжены все социальные программы в области строительства и аварийное жилье, поддержка молодых семей. Ряд решений уже приняты на уровне правительства Российской Федерации, региона о выделении этих денег. Понятно, средств недостаточно. Понятно, длинные очереди. Но то, что имеется, то, что заложено в бюджете, они будут целевым образом доведены до каждого жителя. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Это тоже важно.